Привет-привет, I speak Russian in my videos, but you can turn in Russian or English subtitles. Меня зовут Яна, я дипломированный преподаватель русского языка как иностранного, и сегодня я приглашаю вас в свой маленький, но очень уютный сад. Добро пожаловать! Прежде чем мы начнем, я хочу сообщить вам о том, что я подготовила для вас бесплатный, но очень полезный PDF-документ с материалами из сегодняшнего видео. Для того, чтобы получить этот PDF-документ, вам нужно заполнить короткую форму ниже, ссылка в описании под этим видео. А мы начинаем! Начнем сначала. Несколько лет назад мы с мужем жили в центре города, в квартире, и, если честно, я даже не представляла, что мы будем жить в доме, и у нас будет маленький сад, очень маленький. Я не любила сажать цветы, сажать растения. Для меня это была каторга, каторга, мука. Это было что-то очень сложное, трудное. Но сейчас я обожаю сажать цветы. Мне очень нравится работать в саду. Давайте посмотрим, что же у нас здесь есть. Прямо за моей спиной находятся красивые деревья. Они называются туи. Туи. Это туя. Здесь их раз, два, три, четыре, пять, шесть туй. Кроме того, пойдемте, я покажу вам цветы. Здесь у меня цветут тюльпаны. Тюльпаны. Некоторые тюльпаны уже отцвели, но эти тюльпаны цветут и очень приятно пахнут. Потрясающе. Желтые тюльпаны. Есть такая песня. Желтые тюльпаны, вестники разлуки. Это значит, что если молодой человек дарит вам тюльпаны, это значит, что вы скоро расстанетесь. Это русские приметы. Я не верю в это. Давайте посмотрим, что же здесь ещё есть. Кроме того, здесь есть куст альпийской розы. Это альпийская роза. Но она ещё не расцвела. Здесь есть такие красивые бутоны. Это бутон. Некоторые бутоны уже начинают раскрываться. Давайте посмотрим. Эти бутоны уже потихоньку раскрываются. Скоро здесь будет много красивых роз. А это божья коровка. Божья коровка. А вот здесь, в самом углу, находится такой шикарный пышный папоротник. Это папоротник. И недавно, в прошлые выходные, я работала в саду и посадила красивые лилии, но они ещё не взошли. Кроме того, рядом с альпийской розой я посадила ирисы. Надеюсь, что скоро они взойдут. Вы, наверное, думаете, откуда так много белых лепестков? Это яблоня. Давайте посмотрим. Вот же она, яблоня. Это шикарная яблоня, которая скоро будет плодоносить. Я надеюсь, что в этом году будет много яблок. Потому что два года назад, когда мы переехали в этот дом, у нас было очень много яблок. Мы не знали, что с ними делать. И мои студенты давали мне разные рецепты яблочных пирогов, шарлотки, разных десертов, джемов и так далее с яблоками. Надеюсь, что в этом году яблок будет много, и я смогу снова готовить шарлотку, готовить варенье и просто есть свежие яблоки и наслаждаться ими. Но кроме такой шикарной яблони, в прошлом году мы также посадили клубнику или викторию. Сейчас покажу. А это клубника или виктория. Конечно, вы ещё не видите ягод, но скоро ягоды будут. И я тоже обязательно вам покажу. Кроме того, в прошлом году мы посадили куст смородины. Вы знаете, что я фанат чаёв. И особенно я обожаю чай из листьев смородины. И, конечно же, ягоды я тоже люблю. Сейчас покажу вам этот маленький красивый куст смородины. Вот этот красивый куст смородины. Я буду готовить, сушить листья и готовить вкусный чай. Если потереть лист, то можно почувствовать потрясающий запах смородины. Кроме того, здесь растут вот такие красивые ромашки. Это одна ромашка, а это много ромашек. Конечно же, цветы нужно поливать. Поэтому я поливаю их либо лейкой, это лейка, либо шлангом. Шлангом, конечно же, удобнее. Сейчас покажу вам, что же такое шланг. Это шланг, которым я поливаю цветы. Вот он здесь лежит. Кроме того, в этом году я планирую посадить петрушку, петрушка, мяту, мята, мята и листья салата. Я планирую сделать это в субботу. Потом покажу, что получилось. Ну что, ребята, на этой прекрасной ноте мы будем заканчивать. На улице очень жарко, знойная жара. Я напоминаю вам о том, что вы можете скачать бесплатный, но очень полезный PDF-документ. Для этого заполняйте короткую форму ниже и получайте бесплатные, но очень полезные материалы к этому видео. Если вы хотите поддержать мой канал, вы найдете ссылки ниже, в описании к этому видео. Если вам понравился такой формат видео, пишите в комментариях. Я буду стараться делать больше таких видео. Я желаю вам отличного дня, прекрасного настроения. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые полезные видео. Отличного дня! Пока-пока! Увидимся!